итак всем привет мы продолжаем наш тренинг по иммунальной терапии и сейчас осмотрим все виды скруток я вот какие-то уже написал на доске тут уже 13 12 скрутка всякие вариантов очень много но для начала так скажем пляжный вариант почему пляжный потому что подходим не думаем вот лежит человек на пляже как-то смотрит на мобильник книжку читает подходим и просто раз и продавили кому-то и этого достаточно будет одно мы подходим более серьезно знаем уже думать на что мы будем воздействовать значит во первых надо положить бедро перпендикулярно относительно таза до заднюю ногу выпрямить лежите нога на ноге этого не принципиально вообще вот и переднюю руку вытащить вперед уже лучше да уже можем точно так же в таз именно в таз упираемся здесь плечо раз и продавили третий способ усиливаем эту формулу еще ну во-первых откинули руку назад повторить можно использовать свою ногу чтобы подтолкнуть чуть-чуть поближе поднять да вот надо немножко свисает уже да уже под собственным весом давид на своим коленом помогаем здесь зацепили за гребень подвозношной кости саму выпирающего с этой стороны вот это своей косточкой зацепились и по диагонали виде корпус уже по диагонали работает не давите конкретно плечо под мышку это больно будет да или сюда вот на вот эти мышцы на кости это больно поэтому по диагонали мягко кладем коленом шатали и на выдохе толкнули сильнее чувствуешь да теперь ну почти то же самое когда нога висит полностью своими ногами захватили ужасно бедро еще еще подвести сюда бедро держим да вот он будет движение ведь то есть усиливаем своим тазом и ногами движения шатали шатали и продавили это надо назад это какой был же 4 до 5 вариант положить посередине стола посередине стола лежим соблюдаем все углы прямой угол это сюда да вот этот корпус и залазим сверху может то же самое на полу делать то есть наши держит ее бедро повыше чтобы был больше меньше либо больше угол 90 градусов до около 90 тут у нас получается усилие за счет грудных мышц наших вот так же в таз и грудную клетку раз-два-три и толкнули да вот здесь поясница это поясница крестец может быть к проезды расчет нас тут может быть перед таком угле и ппс еще тут уже может щелкнуть теперь шестой вариант еще усиливаем форму переворачивать на другой бок 6 как раз вот самый знаменитый вот этот его нарисовал да вариант вот олега будвина здесь смотрите в чем нам хорошо ногу подвесить как говори сюда повыше заднюю ногу желательно прямому можно зацепиться за стол до фиксация пожестче передняя нога делаем 90 градусов и смело не бойтесь прям берете руку вытаскиваете из человек из-под человека да и он держит себя за ногу захват так чтобы не опускал ногу ниже да если человек большой может даже связь ногу туда вторую руку закидываем назад голову тоже поворачиваемся назад и я обычно говорю здесь показываю пальчиком сюда куда мы смотрим там происходит воздействие это чисто психологически но с другой стороны видите на еще глазами туда доворачивать себя еще больше у нас как бы в организме есть такое что если вот мы поворачиваем на сколько-то голую да вот и все придет и не идет вместе глазами посмотри туда покажется что еще больше чуть-чуть у нас увеличивается поворот после бы ускоряем присели еще чем хорошо толкаем в таз получается бедром от бедра видите усилие какое-то диагонали к кремам безопасности схватили только аккуратно в челюсть молоком на всем заить решатали решатали там она держится и не хватает вас усилия такого да тогда можно переложить ста за руку на как бы с уголка просто на так вот локоть и всем корпусом толкнули почувствовала вот здесь вот это как раз кпс щелкнул да а все от чего зависит от угла кпс смотрите вот это уже вот ямочки да вот ямочки а щелкнулся вот здесь отсюда здесь кпс постарается не щелкает это вот есть разница 6 а и 6 б от угла если угол меньше а то сил позвоночника да и равен 90 градусов то это будет во действие ниже и куда бедро смотрят да вот примерно там будет воде и средства пускай если такой угол то будут воздействия поясничная если угол еще больше да то уже пояснище грудной переход будет поскольку нам уже минутный важен то сможет лакать уже бедро бедро до может запись а и еще если прогиб это больше чем прямое время до тазом чуть-чуть чуть-чуть у вас как раз видно если прогиб больше то соответственно это именно поясничный грудной поясничный крестцовый переход соответственно здесь будут то есть вот такой позе как раз нижняя часть и в бедро уже толкаем можно будет заплатить а еще смотрите до этого рука у нас лежала так теперь у кладем вот так поскольку ребра идут вниз обратите внимание нюанс нюанс всегда есть нюансы его пройдут вниз да и они заворачивают как раз в нижнюю часть грудного отдела получается мы вот как раз сейчас ребра и помогаем туда достать поясничный грудной переход это вас интересует поясничный грудной переход или грудно-поясничный переход еще раз делали вот так 6 а 6 б так ну на этом можно не остановиться еще и другие способы ложись теперь на спину седьмой вариант но больше подходит для тех у кого отправить не гнуться там бедра такую подвинуться пошли туда поэтому берем так ногу и относительно клетки вот туда таким углом таким углом и поменьше то же самое можно сделать и держаться бедро у меня хорошо так вот учет молодец по которым я пришла и восьмой вариант когда мы усиливаем то форму одну на другую плодил так получается нас видите тут прямой угол но силу второй ногой раскачали раскачали в эту сторону а в ту сторону у нас получается так 9 уже получается вариант прямыми ногами поднимаем так вверх и держись за стол можно держаться до держаться да держимся за стол и вот в бок ноги как бы расслаблено расслаблено фиксируем нашли пределку для пределки вот этот низкий предел вот они где предел здесь будем ловить ноги подбрасывая сверху и держим соответственно противоположную сторону шатали шатали подбросили и поймали за счет инерции получается на это падение так ну 10 вариант этому на полу рассмотрим давайте перейдем теперь 11 10 на полу 12 это при сколиозе уже конкретно если смотрим что сколиоз идет правосторонние до переворачивайся слушай а футболк сможет стать